Монашеское жительство сравнивают с ангельским. Не потому, что монахи пытаются стать бесплотными. Просто их служение уподобляется служению ангелов. Служение же ангелов состоит в том, чтобы словословить Бога и исполнять послушания, на которые Он их посылает. Делание монаха, говорит постоянно преподобный Роман Сладкопевец, есть песнопение Богу. В одном из кондаков преподобному сказано, что пение это должно быть разумным и благозвучным, дабы воспарить Яка Орля в горнее. Большую часть своего времени монах посвящает седмичному кругу богослужений, общему для всей братьи. Богослужение – это не пустая формальность, чтобы умилостивить Бога. В нем мы выражаем свою любовь и благоговение, и только укоренив себе эти добродетели, монах становится причастником божественных тайн. В богослужении человек учится погружать себя в деяния Божие, познает и сопереживает его безграничную любовь. Богослужение без благоговения быть не может. Благоговение передается богослужебному настрою и созидает глубинную связь с Богом. Означение богослужения свидетельствуют все монашеские источники, уставы, которые определяют до мелочей порядок совершения богослужений, житийная литература, учения великих отцов церкви, а также современный опыт. Глубокую окорененность литургической традиции наблюдаем мы и в жизни старцев-отшельников, как свидетельствует монашеская литература. Там, в Нитрийской пустыне, если кто-либо из отцов не появлялся на общей молитве, это означало, что он тяжело болен или претерпел некое искушение. Далее, еще одним служением ангелов является несение послушаний, назначенных Богом. Неслучайно сам термин «послушание» или «дикония» применим к деятельности монахов. Разумеется, любой труд помогает человеку развивать, возделывать и сохранять свежесть духовных сил. Но помимо этого, термин «послушание» свидетельствует о том, что монах добровольно служит ближнему, общине. Служит не потому, что он подчиняется некой системе трудовых отношений. Монастырь — непроизводственное предприятие. Но приобщаясь и укореняясь в божественной любви, он делится ею с ближними. Значение любви в том, чтобы родить и подвязаться для духовного преуспевания всей братьи, и этой задачей служит послушание. Для Антония Великого совершенным деланием было то, что служило на пользу братьев. Такой труд служит средством борьбы с себелюбием и унынием. Самое незначительное, на первый взгляд, послушание самого неприметного монаха и такое послушание как настоятельство являются действиями одного организма и направлены на его сохранение и возрастание. Послушания назначаются в соответствии с возможностями и способностями каждого из братьев. В то же время монашеская традиция предписывает смену послушаний, что, по моему мнению, преследует две цели. Во-первых, таким образом формируется сознание, что в монастыре ничего и никому не принадлежит на правах собственности. И во-вторых, так познается на практике сложность и особенные требования для каждого из послушаний, с тем, чтобы братья понимали, помогали и соучаствовали в послушаниях друг друга. Все заботятся обо всех и обо всем. Но при этом каждый пребывает на своем месте, оставаясь твердым, разумным, усердным, готовым к самопожертвованию. Послушанию нельзя относиться как к работе на предприятии. Монастырь и не офис, заправляют в нем не менеджеры. Значимость каждого не измеряется производительностью труда, и общая отдача не зависит напрямую от менеджмента и роста продаж. По слушанию нужно относиться как к молитве. Оно должно, насколько возможно, исполняться с молитвой в духе служения и братолюбия. Один из святых отцов, перед тем, как дать практическое наставление касательно жизни в монастыре, говорил, «Бог досохранит любовь между вами». Отдельно стоит остановиться на гостеприимстве, с которым связан целый ряд монастырских послушаний. Мы говорим здесь о страннолюбии, которое заповедано святыми отцами. В Лавсайке говорится, что на Нейтрийской горе имелась церковь великая, а возле нее странно приимница, чтобы всегда исполнялась заповедь любви. Давайте поясним. Страннолюбие – это не просто обязанность монастыря. Это в большей степени добродетель, который касается не просто функционирования одного из подразделений, но напрямую затрагивает дело спасения души. Душа каждого монаха, независимо от рода его послушания, должна быть открыта гостеприимству. Она должна распахнуть объятия для странника, как если бы желала принять самого Христа, подобно тому, как Христос открывает нам свои объятия. Странник или паломник знаменует собой самого Христа, поскольку сам Спаситель сравнил себя с одним из малых сих и обещал Царствие Небесное тому, кто поднесет чашу воды студенной. Осознание этого должно буквально скбазить в обращении с паломниками. Это не означает, что монах должен увлекаться внешними вещами или заниматься человекоугодничеством. Но любые проявления мизантропии и низменной эгоцентричности тоже недопустимы, ибо и то, и другое, то есть равнодушие и многопопечительность, равно перекрывают духовный кислород. Монах должен объять душою весь мир, все творение. Не случайно не только соборная молитва в храме, но и совершение килийного монашеского правила во многих творениях именуется одним словом — собрание на молитву. Мы — дети эпохи индивидуализма, которые учат нас отдавать предпочтение личному комфорту, даже если нам хочется назвать это душевным комфорту. Примером самоотречения может служить для нас старец Паисий Святогорец. При том, что ночь он проводил в молитве и бдении целыми днями он утешал, наставлял, принимал и угощал паломников, невзирая на усталость и боли в последние годы жизни. Даже в самых обыденных вещах, говорит старец Порфирий Кавсакалевит, есть капелька Божьей любви, то малое, что являет нам великую любовь Божию. Все в нем и он, говорит святитель Григорий Богослов. Все священно, ибо связано особым образом с Богом. Внутреннее состояние благодарности Богу заключается в том, чтобы принимать все, что не произойдет, как дар Божественной любви и повод к приобщению и воздавать за это Создателю. Это особое внутреннее состояние благодарения непосредственно связано с таинством Божественной Евхаристии. В нем совершается соединение творения с Творцом, потому что тело Христова есть в то же время и человеческая плоть, и в нем соединилась всякая материя, всякое начало, всякая природа, но в первую очередь в нем совершается единство верующих, которые становятся телом Христовым. В первых общежитиях Египта отцы причащались каждую субботу и воскресенье, таков был общий порядок. Причащение святых христовых тайн считается источником просвещения и безмолвия, и сихии божественного умозрения, согласно святителю Иоанна Златоусту, и неразрывно связано с подвижнической жизнью. Но таинство не действует магическим образом. Сегодня, в эпоху смешения понятий, индивидуализма и крайностей, можно увидеть молодых монахов, которых так волнует, сколько раз в неделю они причащаются, как будто речь идет о пищевых добавках, мультивитаминах или энергетиках. Такое отношение делает человека безразличным к ближнему. Иоанн Мосх приводит рассказ о старце, который три воскресенья подряд причащался, имея обиду на одного из братьев. Тогда явился ему дьявол и сказал, «Мне принадлежит всякое злопамятство, и отныне ты будешь мой». Этот случай заставляет нас вспомнить заповедь Спасителя о том, что нужно прежде примириться с братом перед тем, как принести жертву Богу. Участие в Таинстве Евхаристии само по себе не соединяет нас с Христом и друг с другом. Мы можем продолжать ходить в церковь или, как сейчас модно говорить, тусоваться, но что это нам даст, если те, с кем мы общаемся, приносят с собой эгоизм и самодовольство? Мы живем церковной жизнью только тогда, когда можем отбросить свои эгоистичные желания и вернуться к единству человеческой природы, в котором личности соединены в подлинной и благородной любви. Дух богослужения и послушания – это дух единения. Мы предстоим перед Богом, ибо Он, абсолютное, превышающее всякое разумение единства, соединяет нас нетварными энергиями своей любви. И мы подвязаемся ради общего блага, чтобы, во-первых, выразить эту любовь, а во-вторых, постоянно уничтожать в себе все то, что разрушает эту любовь. Как говорит преподобный Максим Исповедник, мы не имеем в себе источника добродетелей, но подвязаемся в борьбе со своими страстями, чтобы стать приятелищем божественной энергии. Богослужение и послушание помогают нам выразить то, о чем говорит святитель Василий Великий. «Один живет во многих, и многие в одном». Если мы говорим о чинопоследованиях, канонах, правилах, установлениях, традициях, этипиконах, все они имеют целью единства, отвержения всякого разделения, ибо не для этого воплотился Христос. Единство внешнее и внутреннее. Это единство, которое есть плод Духа, выковывается в храме и вне Его, внутри души, где совершается незримая Евхаристия, в общении с братьями, в нелицеприятном предстоянии пред Богом. Так мы преодолеем раздробленность пространства, времени и истории, чтобы взойти на пир в тот невечерный день, когда Христос будет всяческое во всем. Монашеские традиции, если мы будем верны их заветам, и не исказим их, приведут нас в правильном направлении. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова